В данном материале мы поговорим о комплексных электронных учебных ресурсах и средствах их создания. В структуру таких ресурсов могут входить разнотипные информационные элементы, блоки текста, изображения, мультимедийные фрагменты, а также интерактив. К мультимедии относятся видеоролики и анимации, а интерактив предполагает взаимодействие с пользователем в формате обыкновенного теста или какого-либо игрового элемента. Кроме того, комплексный информационный ресурс должен снабжаться набором сервисных функций. К ним относятся такие возможности, как обращение к электронному разделу посредством структурированного оглавления, перемещение по КУСу с использованием средств навигации и гиперссылок, полнотекстовый поиск и глоссарий. Существует множество средств для создания электронных учебных ресурсов. Все их следует рассматривать с точки зрения трех факторов, а именно функциональных возможностей, сложности освоения и стоимости. Мы попробуем воспользоваться набором инструментов, которые обладают приемлемым функционалом и потребуют для успешного использования только базовых знаний на уровне продвинутого пользователя. А что касается стоимости, то инструменты будут либо бесплатные, либо таковы, что на вашем компьютере они уже скорее всего имеются. Итак, во-первых, в качестве базового авторского средства мы будем использовать систему Help&Doc. Эта система предназначена как для верстки, так и для финальной сборки ресурсов, включающих все вышеперечисленные элементы. Help&Doc в бесплатном варианте, предназначенном для личного некоммерческого использования, практически полнофункционален. Отличает его только наличие небольших баннеров об этом приложении, размещаемых после каждого раздела в готовом ресурсе. Для добавления мультимедиа в информационный ресурс, возможно пригодится бесплатный Any Video Converter или его аналог. Плюс данного приложения в том, что оно содержит готовые варианты конвертации для типовых задач. Microsoft Office. Если у вас возникла идея создания комплексного электронного учебного ресурса, то скорее всего многие материалы вы уже приготовили в таких предложениях как Word или PowerPoint. Файлы документов Microsoft Office, как и сам офисный пакет, могут нам пригодиться. Microsoft Office – коммерческий продукт, но если вы не являетесь его счастливым обладателем, то возможно воспользоваться каким-либо бесплатным аналогом или верстать курс в полный в Help&Doc. Для публикации готового ресурса в формате справочных файлов Windows нам также понадобится бесплатный комплект программных компонент Microsoft Help Workshop. Его установка потребуется только если на вашем компьютере его еще нет. Ссылки на необходимые программы, дополнительные инструменты и полезные ресурсы вы можете найти в сопроводительных материалах к данному видео. Продолжение следует... Продолжение следует...